Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 12 июня, Православная Церковь совершает память преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской. Преподобный Исаакий Далматский жил в IV веке, приняв постриг, подвязался в пустыне. В годы царствования императора Валента, ревностного сторонника ереси Ария, начались преследования православных, закрывали и разрушали храмы. Узнав о гонении, преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утешать и укреплять православных. В это время варвары, готы, жившие по Дунаю, пошли войной на империю. Они захватили Фракию и направились к Константинополю. Когда император Валент выходил с войском из столицы, преподобный Исаакий, обратившись к императору, громко воскликнул «Царь, отопри храмы православные, и тогда Господь поможет тебе». Но император, не обращая внимания на слова монаха, самоуверенно продолжал путь. Трижды повторял преподобный свою просьбу и пророчество. Рассерженный император приказал бросить преподобного Исаакия в глубокий овраг, поросший колючим терновником. На дне оврага было болото, выйти из него было невозможно. Но преподобный помощью Божией остался жив, вышел, догнал императора и сказал «Ты хотел погубить меня, но святые ангелы вывели меня из пропасти. Послушай меня, открой храмы православным, и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император удивился смелости старца и приказал своим приближенным Сатурнину и Виктору взять с преподобного и держать в заключение до его возвращения. Вскоре сбылось пророчество святого. Готы победили и начали преследовать греческие войска. Император вместе со своим военачальником Арианином укрылись в сарае с соломой и были сожжены наступавшими. После известия о гибели императора, преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка Божия. Когда на престол был избран, святой царь Феодосий Великий, он по совету Сатурнина и Виктора призвал к себе старца, встретил его с великой честью, просил святых молитв и исполнил все его наставления. Изгнал Ариан из Константинополя и возвратил православным храмы. Преподобный Исаакий хотел возвратиться в пустыню, но Сатурнин и Виктор упросили его не уходить из города и ограждать его молитвами. В предместе Константинополя они построили для святого жилища, куда к нему собрались иноки. Так возникла обитель, игуменом и духовным наставником в которой был преподобный Исаакий. Он окормлял также емирян, много помогал бедным и страждущим. Достигнув глубокой старости, преподобный Исаакий поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата, по имени которого стал называться монастырь. Скончался преподобный Исаакий в 383 году, память его празднуется также 22 марта. Имя этого святого особенно дорого для россиян и жителей города на Неве. Исаакиевский собор – крупнейший на сегодняшний день православный храм Санкт-Петербурга и одно из высочайших купольных сооружений в мире. Его история началась в 1710 году, когда была построена деревянная церковь в честь преподобного Исаакия Далмацкого, на день памяти которого приходится день рождения Петра Великого. В ней в 1712 году Петр обвенчался с Екатериной Алексеевной, своей второй супругой. Позже деревянную церковь заменили каменной. Третий храм был возведен во второй половине XVIII века. Однако сразу по окончании работ его объявили несоответствующим парадной застройке центра города. Император Александр I объявил конкурс на лучший проект по его перестройке. Через 9 лет получил одобрение проект молодого французского архитектора Агюста Монферрана и началась работа. Сооружение собора длилось 40 лет и потребовало приложить огромное количество усилий. Однако результат превзошел все ожидания. Собор стал самым главным храмом Российской империи. Исаакиевский собор иногда называют музеем цветного камня. Внутренние стены облицованы белым мрамором с отделочным панно из зеленого и желтого мрамора, яшмы и порфира. Главный купол изнутри расписывал Карл Брюлов. Почему святые называются преподобными? Потому что молитвой, постом и прежде всего трудами, покаянием и смирением, они стремились быть подобными Господу, стремились исполнить слова Священного Писания. Потому что для них слова Священного Писания были не просто словами слышания и слушания, но это были слова духовного рецепта. Именно поэтому сегодня, в День России, мы с особым трепетом молитвенно прославляем преподобного Исаакия Далматского. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память священномученика Василия Смоленского Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезимеництва и с Днем России. Пусть всемилостивый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует вам мир, тишину, здравие и спасение и неоскудевающую помощь во всех ваших добрых делах и благих начинаниях. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok